Ежегодно это учреждение дополнительного образования набирает детей для обучения в кружках, секциях и студиях. Неизменной за свое существование осталась цель работы коллектива Центра детского творчества. Это занятый сучащихся, создание условий для творческого развития личности, формирование здорового образа жизни, раскрытие потенциала каждого ребенка. Обучение по дополнительным образовательным программам Центр детского творчества в настоящее время представлен различными направлениями. Каждый ребенок может выбирать занятия на свой вкус. График некоторых детей насыщен, ведь многие ученики занимаются здесь по разным направлениям. Каждый ребенок, конечно, из одного кружка переходит в другой. Некоторые занимаются и в двух, и в трех кружках, секциях, как говорится. Ну и в результате находят себя в какой-то... и принимают участие, как говорится, с каждым годом у нас вот по нашим итогам работы видно, что увеличилось участие детей как в республиканских, участие детей в республиканских конкурсах, во всероссийских, даже в международных конкурсах. Каждый год руководители и педагоги Центра детского творчества вливают в свою деятельность новые занятия. Так в этом учебном году появилась такая секция, как чирлидинг. Такого в городе еще не было, но уже в этом году педагоги готовят команду на выступления на республиканских турнирах. Ну это достаточно очень яркий вид спорта, который мы решили открыть вместе с директором в стенах Центра детского творчества. Что он в себе сочетает? Это и парная акробатика, и хореография. Мы затрагиваем все стороны массовости. Мы состоим в республиканской федерации чирлидинга, и уже в апреле надеемся выехать на полноценные соревнования. Если чирлидинг только начал свое существование, то плавание является уже развитым видом спорта в нашем городе. Каждый день бассейн посещает около 200 человек. С самого детства на дорожке рождаются профессиональные пловцы. Естественно, это обучение плаванию, видам плавания, которых насчитывается 4, умению держаться на воде в первую очередь. Плавание – это жизненно необходимый навык. В ЦДТ функционирует и сайкл аэробика. Ее называют еще велоаэробикой. В основном эти виды спорта занимаются девушки. Покрутить педали под музыку прекрасный вид полу приходит с большим удовольствием. Также в здании располагается танцевальная студия «Радуга». Недавно коллектив отметил свой первый юбилей – 5 лет. И с каждым годом количества участников в студии становится все больше. Ребята исполняют различные виды танцев, начиная эстрадными и заканчивая современными танцами. А вот второй этаж здания представлен сразу целым отделом декоративно-прикладного творчества. Это глиняная мягкая игрушка, бумага пластика, моделирование, кройка и шитье, компьютерная студия, телестудия, макраме, бисероплетение. И самое главное – все это на бесплатной основе.